Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет в формате влога. Я вам покажу несколько мест, надеюсь, вам будет интересно. Заваривайте себе чаек и поехали! Для начала я пойду схожу на почту, мне пришла посылка, ну а потом уже все остальное. Посылка мне пришла с сайта Amber Hall, я вам про него уже рассказывала. И сейчас покажу вам, что я себе все-таки заказала. Я заказала себе две абсолютно разные пары сережек, чтобы можно было надевать под разный наряд. Вот эти, мне кажется, отлично подойдут под мой синий пиджак. Вторые серьги вы сейчас можете видеть на мне, они, знаете, такие в виде ромашек, как раз на лето. Ссылочку на сайт я вам уже оставляла, оставлю еще раз. Там до сих пор действует мой промокод Крымская, который дает скидку 30%, поэтому можете смело заказывать. Проверила на себе. Я думаю, что по начальным фрагментам видео вы догадались, где я сейчас нахожусь. Да, это парк Айвазовская, пожалуй, один из самых красивых, шикарных парков нашего полуострова. И я вам хочу показать кусочек видео отсюда, а полное видео из парка вы сможете посмотреть на моем канале на Бусти. Ссылочка в описании. Идемте гулять. Здесь главная достопримечательность, это вот эта лестница, на которой вы увидите множество разных скульптур. Уже розы, кстати, у нас цветут, кто спрашивал. Так называемый средний сезон в Крыму уже начался, и вход в парк сегодня стоит 800 рублей. Мне сезон 600, вот уже подорожало. Мне нравится, что парк украшает вот прямо под время года. Вот сейчас весна, и парк действительно украшен по-весеннему. Парка Айвазовская работает круглогодично, но вы знаете, вот сколько я здесь не гуляю, здесь каждый сезон что-то новенькое. Вот сейчас у нас весна, май, месяц, очень много разных цветов. А вот так вот называются вот эти цветы. Очень красивые бутоны, такие прям пышные. Несколько цветов, вот это более такой нежный, свадебный. Две влюбленные чайки. Мне очень нравится в этом парке вот этот проход. На потолке цветет плющ. Очень красиво. Чем ближе к морю подходишь, тем становится холоднее. Сегодня присутствует небольшой ветер. Я очень люблю вот эту скамейку в этом парке, потому что вот так вот садишься на нее, и какой вид. Это видео я снимаю два дня, и вторую часть я снимала вчера, получается. И погода была намного хуже, чем сегодня. Вчера не было солнца, и я была одета теплее. Вот, но скоро вы это увидите. Сегодня хотя бы светит солнышко, но на улице еще прохладно. Вот такой вот холодный май. Идем с вами сейчас в сторону водопадов. Я считаю, это одно из самых красивых мест в этом парке. Вы теперь понимаете, почему сюда нужно прикладывать. Такое многообразие разных цветов. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Я уже успела сходить в японский сад. Кстати, за вход сейчас платится оказывается отдельно. То есть, есть специальная касса прямо возле японского сада. Я почему-то думала, что все оплачивается именно в кассе возле главного входа. Но, видимо, давно уже туда не ходила. Кстати, серьги я тоже надела синенькие. Мне кажется, они под этот мой образ лучше подходят. Ну что, предлагаю нам с вами сейчас спуститься на пляж. Тут работает кафе на набережной. Можно будет посидеть, либо просто взять с собой кофе. Заказала себе салатик с ласт-сосимой. Я уже перекусила, можно идти гулять дальше. Салат мне обошелся 550 рублей с лососем и латте 220. Не сказать, что цены маленькие, но мы все-таки с вами у самого моря. Недостаток все-таки я нашла. Нет урн. Вот в этом месте их вообще нет. Есть только мусорные баки, но открывать мусорный бак постоянно на такое себе удовольствие. Хожу с пустым стаканчиком. Вот в этой части Портонита, вот за этим зданием, очень хорошие пляжи, имейте в виду. Прежде чем я дальше продолжу снимать свое видео, я хочу подарить подарок победителям моего розыгрыша. Ими стали ребята из Крым Онлайн. Это тоже наши местные блогеры, да, и такое бывает. Сейчас им подарим подарок и поедем с вами гулять дальше. Ух ты, как у тебя все классно! Ну что ж, я встретилась с Валей из Крым Онлайн, вручаю ей подарок. Кстати, ребята тоже снимают про Крым, так что подпишитесь и на их канал тоже. Всем привет! Спасибо большое. Честно сказать, я первый раз вообще где-либо выигрываю. Я всегда как-то вот, сколько участвовала в разных конкурсах, никогда ничего не получалось. Это первый раз, и еще и такой подарок, ну, прям супер. Я сама не ожидала. Далеко ехать не пришлось, все в Ялте. Спасибо большое за участие. Иду сейчас от ребят и хочу вам показать детскую площадку. Вот таких вот у нас в Крыму появляется все больше и больше в разных городах. Мне сегодня вдвойне повезло, потому что я оказалась в районе Массандровского парка, и заодно сейчас здесь мы с вами прогуляемся. Совсем недавно я тоже тут была, снимала видео для Бусти, но так высоко не поднималась. Видите, какие здесь есть дорожки. Они, конечно, не такие благоустроенные, как в том парке, в котором мы сейчас с вами были. Но, тем не менее, гулять тут приятно. У нас погода хоть сейчас не совсем майская. Хотелось бы, чтобы было потеплее, но, тем не менее, все цветет. Этот парк вообще очень богат на растительность. Здесь множество разных деревьев, цветов и котов. Тут всегда очень спокойно, никогда не бывает много людей. Парк достаточно большой, то есть места для прогулок хватает всем. Можно уединиться, что я очень люблю. Данное видео я снимаю несколько дней. Решила иногда делать такого формата ролики, поэтому не удивляйтесь, что на мне разная одежда. Сегодня, на самом деле, на улице немного холоднее. Даже был дождь. Хочется уже, знаете, солнышко все-таки, скоро лето. Но вот пока такая погода стоит. Конечно, когда светит солнце, то на улице гораздо теплее. В принципе, я вышла туда, куда хотела. Самый центр парка здесь находится. Рядом отсюда бамбуковая роща и пальмовая аллея. Сейчас мы с вами туда тоже пройдем. А в этом месте растет бамбуковая роща. Могло бы сейчас показаться, что я гуляю где-то в ботаническом саду, но нет, это городской парк. Но пение птиц нескончаемое. Да, и пальмовая аллея имеется в Ялте не только в Приморском парке, но также тут своя такая мини-пальмовая аллея. Пение птиц перемешивается со звуками стройки. На самом деле мы с вами находимся не так уж и далеко от моря. Там возле берега строятся новые дома. Вот мы туда тоже сегодня с вами спустимся, но попозже. А здесь уже находится розовая аллея. Это я ее так называю, потому что тут всегда летом цветет много роз. Но еще им не время. И пока, как видите, множество кустов сирени. И за ними огромные мини. Вот такие тут попадаются фонари. Сейчас я иду в направлении пруда с черепахами. Он тут тоже имеется. В озере находится всего лишь две черепахи. Мне кажется, что раньше их тут было больше. И кто-то выбросил креветку, и рыбы ее едят. А вот и в самом начале парка, если вы сюда начинаете подниматься с моря, стоят вот такие деревянные мишки. Надеюсь, что и я в этом году увижу настоящих медведей на Камчатке. Те мои подписчики, которые часто бывают на моих прямых эфирах, я их провожу каждую субботу. В эту субботу он тоже будет. Знают, что я этим летом еду на Камчатку. Извините за посторонние звуки. Но там, видимо, что-то серьезно все делают. А здесь стройка идет полным ходом. Поэтому так шумно, и даже гуляя в середине парка, я слышала все эти звуки. Суббота. 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 Море сегодня спокойное. На табло написано, что плюс 12 градусов. Но, как видим, никто не купается. Сегодня пляж вовсю готовится к сезону. Здесь выравниваются сами пляжи. Что-то ремонтируется, красится. Кстати, если вы прямо сейчас приезжаете в Ялту, то можете спокойно купаться. Раздевалка здесь тоже имеется. Я уже сильно близко к воде, стараюсь не подходить. Потому что летом это одно намочить ноги, когда ты в босоножках. Но когда в закрытой обуви, не очень хочется. Опыт уже имеется. Видите, температура воды уже такая же, как и температура воздуха. Ближе к вечеру на пляже собирается побольше людей. Потому что многие хотят отдохнуть после работы. И идут гулять сюда, либо на набережную. На улице уже стемнело. Я вам хочу показать вечернюю Ялту. Сейчас я нахожусь на площади Советской. Хочу показать, как она светится вечером. И помимо этого, у меня есть для вас еще отличная новость. Которая совсем недавно облетела все социальные сети. Это, конечно же, первый офис Сбербанка в Крыму. И он открылся именно в Ялте. Офис представляет собой модульную конструкцию, которую привезли в Ялту из Омска. И фактически за несколько дней его собрали. И вот так вот выглядит он сегодня. Внутри находятся банкоматы, где можно снять деньги. Как по мне, офис отлично вписался в окружающий его ландшафт. Вообще место очень классное, потому что это самый центр города. Здесь есть и супермаркет, и аптека, и кафе, и кинотеатр. И остановка общественного транспорта. А вот на этом месте поставили качели. Я их еще, кстати, не видела. Почти в 9 часов включилась цветная подсветка. Я как раз на нее попала. Посмотрите, как красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Людей, конечно, меньше, чем на выходных, но они есть. Было бы теплее, было бы больше народу, но ждем потепления. Говорят, вот буквально через пару дней уже потеплеет. А вы знаете, погода непонятная в этом году. То теплеет, то холодает, потом опять теплеет. В общем, не угадаешь с этой погодой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на все мои социальные сети. В особенности в Телеграм. Я там каждый день выкладываю что-то новенькое. Вот здесь вот появится ссылочка. На YouTube тоже подписывайтесь. И скоро с вами увидимся. Пока-пока.